здравствуйте дорогие друзья на канале у светлана лоди сад продолжаем процесс заготовок на зиму и сегодня я очень вам рекомендую сварить варенье из черной смородины и называется это варенье как желе вот так очень старинный рецепт сейчас покажу вам моей золотой книжки этому рецепту лет 25 со мной поделилась этим рецептом моя коллега по работе и привезла на его из белоруссии и вот именно так я варю варенье обычно черную смородину все протирают сахарным песком там блендером или через мясорубку мы когда-то пропускали когда не было блендеров смешивали с песком то есть такая сырая ягодка очень полезно потому что все витамины сохранялись все это так делали но кроме того я варила вот такое варенье в чем интерес этого варенья ягодка черной смородины получается вот такая вот целиковая она чуть-чуть как бы надломится и все но ягодки будут вот так все отдельно варенье при этом вся вот это вот как варенье сироп весь он превращается действительно в желе без пектина без агар-агара без жилфикса без любых каких-то других манипуляций просто ягода черной смородины она сама обладает очень сильными желирующими свойствами поэтому и получается такое варенье в этом рецепте импровизация вот как раз ну совсем не нужно здесь надо четко следовать рецепту чтобы получилось именно то варенье о котором я говорю и еще один нюанс здесь можно пользоваться любой тарой три ингредиента для этого варенья сама ягода черной смородины вода и сахарный песок и все она получится у всех очень легкий рецепт который мы варим сразу это не варенье там трехдневка как мы правило выстаиваем а варенье варится за один прием но здесь необходимо пользоваться вот как я сказала одной и той же тары вот если мы берем стакан то все меряем именно этим стаканом если у вас много ягод и вам там стаканом никак берете пол литровую банку но тогда все меряете этой банкой смысл таков на этот рецепт нужно 5 стаканов ягод любых стаканов может меньше может больше вот сколько ягод я знаю что у меня здесь 5 литровая ведерко ягода намыта и немножечко обсушена кстати из фикс прайса вот эти вот сито отличная вещь рекомендую 5 стаканов ягод в кастрюлю и именно этим же стаканом мы отмеряем или один стакан или полтора воды и в кастрюлю почему такая разница вот у меня ягода вот это ранее на кусту и она уже вся очень сочная она прямо вся лопается есть другие кусты где ягодка чуть поменьше и такая суховатенькая позднее смородина вот там идет полтора стакана если у вас ягода вот такая вот прям сегодня собирала на вот видите вот вся прямо лопает от сочности своей от того что она созрела нам она такая даже если она красноватая она очень сладкая и вот такая сочная то я возьму один стакан и именно этим же стаканом я отмерю сахарный песок песка здесь много то есть на 5 стаканов ягод идет 7 стаканов воды и песка но варенье не будет приторным потому что здесь много кислоты в ягоде она будет как раз то что надо рекомендую всем и так вот набираем ягод вот так стакан и в кастрюлю и вот так мы меряем 5 стаканов ягод и все забрасываем в кастрюлю видите какая ягода сочная примут все все она уже еле собрала 345 5 стаканов ягод я больше наверно варить ну варенье не буду сейчас посмотрю ну ладно еще 5 стаканов не хотела сейчас померяем 1 2 3 4 и 5 вот 10 стаканов у меня ягод получилось это 5 литрового ведерко почти все и ушло теперь отмеряю ровно два стакана воды этим же стаканом и сразу в ягоды 1 и 2 забыла включить плиту включаем плиту и как только закипит это варенье уже варенье как бы сироп то варим ровно 10 минут здесь вот надо четко соблюдать и режим воды и режим времени после закипания а сейчас я приготовлю песок раз у меня здесь две порции то приготовлю 14 вот таких стаканов сахарного песка прошло ровно 10 минут как прокипела прокипели ягодки с водой вместе сколько получилось сиропу вроде как все жиденько я немножечко вот эту пену немножечко вот так снимала вот теперь основная задача камеру с него чтобы вам показать сюда несколько приемов его ввести сахар вот я отмерила целая большая миска сахара и теперь я тихонечко вот так вот потихоньку буду вводить сюда сахар принципе прибавлю сразу нагрев вот так очередную дозу и немножечко подмешать несколько приемов вот так видите сахарного песка достаточно много за счет этого и получается вот такое вот варенье желе когда мы варим желе с красной смородины там тоже в рецепте идет килограмм вот сока смородиного и 1,3-1,5 сахара и тогда желе получается действительно такое крепкое хорошее желе вот так остальное сахар все теперь после того как закипит сейчас это произойдет значительно ну раньше как написано в рецепте еще раз показываю после того как закипит 10 минут и баночки уже должны у вас быть готовыми сразу же его будем разливать в банке здесь обратите внимание когда будем разливать в банке варенье будет жидкое жидкое и все кто у меня начинают делать такой по такому рецепту варенье все мне звонят и говорят о что оно такое как вода не обращайте внимание когда варенье ваша остынет оно уже будет все сами увидите как желе а когда вы поставите его в холод желательно его держать в холодильнике или в погребе то она станет еще более такое плотное но при этом гладкая гладкая как холодец все варю ровно 10 минут после закипания прошло ровно 10 минут как варенье прокипела и вот теперь прям горячим я разливаю по банкам посмотрите какое на варенье совсем не похоже почему люди пугаются вот такой вот жиденько прижиденько получается здесь уже главное распределить ну более менее равномерно вот этот сироп и ягодки сразу горячим разливаем по баночкам и не на то что оно вот жидкое не обращайте внимание я уже вижу по поварешки что она обволакивает всю поварешку который я мешала ложку то есть желирующие свойства они потом проявятся ну и так разливаю по баночкам посмотрим сколько получится вот дорогие друзья у меня получился выход но почти с 5 литрового ведерка литр 234 будем говорить что четыре с половиной литра варенья предлагаю еще попробовать такое варенье кофе мороженое и вот из баночки взять не ягодки а именно желе как правило она после остывания получается ягодки все наверху ну где-то вот на половинку а там вот такой вот прям найти такое желе как холодец и мороженое и мороженое полить вот таким желе именно с кофе я не знаю почему но ассоциация вот соединение кофе и черной смородины и при этом мороженое и красиво безумно потому что цвет черной смородины он конечно же ни с чем не сравнится такой красивый разве что с черникой у черники но здесь ну и такой же цвет наверное еще у вишни вот но смородины необыкновенный аромат сейчас аромат на весь дом просто просто необычайный аромат скорее бы это все застыло ну наверное завтра за и завтра я побалуюсь кофе мороженое и варенье из черной смородины попробуйте пожалуйста однозначно вы не пожалеете спасибо всем за внимание вы были на канале у светланы ладисад всего всем доброго